во имя отца и сына и святого духа послание святого апостола якова 4 глава 4 по 7 стих прелюбодеи и прелюбодейцы не знаете ли что дружба с миром есть вражда против Бога и так кто хочет быть другом миру тот становится врагом Богу или вы думаете что напрасно говорит Писание до ревности любит дух живущий в нас но тем большую дает благодать посему и сказано Бог гордым противится а смиренным дает благодать и так покоритесь Богу противостаньте дьяволу и убежит от вас еще теперь послушайте вы говорящие сегодня или завтра отправимся в какой-то город и проживем там один год и будем торговать и получать прибыль вы которые не знаете что случится завтра ибо что такое жизнь ваша пар являющийся на малое время а потом исчезающий вместо того чтобы вам говорить если угодно будет Господу и живы будем то сделаем то или другое вы по своей надменности тщеславитесь всякое такое тщеславие есть зло и так кто разумеет делать добро и не делает тому грех вот считаешь это как будто бы сегодня сказано было а это две тысячи лет назад другая нация все другое об этом одинаково временно ставится на место вечное а вечное ничто нуль человек рождается и умирает мы привыкли к этому но у Бога есть еще и другие слова которые мы сейчас посмотрим по слову Божию мы специально открываем считаем что неопровержимы это конечная инстанция переспрашивать ничего не надо много исследования открыли но не могут открыть когда появилось время время слово время это самая большая загадка для человека пространство бесконечность он просто восьмерку на боку рисует и говорит это бесконечность но то что касается конкретно человека времени отпущены ему вот начинаешь сравнивать с Библией сегодняшним слово Божие живы и действенно как будто вот сейчас только дух святой изрек утром а мы пришли и прочитали будем внимательно слушать несколько мест писания Откровение 10 глава 6 стих 10 6 и клянся живущим во веки веков который сотворил небо и все что на нем землю и все что на ней и море и все что в нем что времени уже не будет как времени будет когда есть часы часы будут стрелки ходить а времени не будет есть доисторическая вечность мы не знаем что было до сотворения мира бог то вечный а начинается вначале сотворил бог небо и землю а до этого что было и там говорится дух божий носился над водой откуда вода взялась а сотворение воды вообще ни слова не сказано библии то есть вопросы которые никто не пытается разрешить василий великий написал 6 дней 6 дней бог творил и в какой день и как понимать по тем понятиям они в чем-то не сходятся с нашим разумением но не говорит о том что они были неправы и так времени больше не будет отсюда вывод все часы останавливаются время это самое драгоценное и люди сравнивают время это деньги потому что от продолжительности вложил где-то вклады или ты что-то строишь это обман деньги можно вернуть где-то больше процент взять а время никто не вернет это человек когда рождается ну как он молодеет нет он стареет в утробе от момента за зачатие он уже стареет а когда родиться все ему отмеряем определенное время вот мы знаем 10 20 0 там все это такая хорошо считается почему 24 часа в сутках цифра не хотя бы 25 там было или 20 вот задумаешься когда непонятно библия говорит этой теме я отдам многие годы исследую читая и пришел к выводу я ничего не знаю один вывод абсолютно точный а здесь мы увидим библия прямо говорит не 12 ли часов в одни дальше ну ладно а дальше часы сказано библии сказано о часах а почему 6 50 или не 100 кто эти цифры то выводил так они отсюда взяты ни одна нация ни в одной вере этого не отмечено я разговаривал с разными людьми которые много верят у которых миллиарды людей они говорят это не сказано они говорят допустим мусульмане будет суд божий будет суд а что у него четыре жены было за это бог не судят и то что православные православие кто-то перешел у них они сразу убивают про это не будет суда но суд будет продолжаться 50 тысяч лет узнали же они сейчас находят раскопки я говорю человек когда возник ну так примерно там полтора миллиона лет назад там обезьяна дальше человек если кто не знает я вам дан данный выдам сейчас до рождения христа от адама пять тысяч пятьсот семь лет пять тысяч пятьсот считаю мне а от христа до нас 2023 и так сегодня идет от адама семь тысяч пятьсот тридцать первый год семь тысяч пятьсот и никакой раскопки никто нигде не нашел орудия первобытного человека там показывает теперь метод такой который показывает углеводный метод там разные считаешь и голова кругом идет но говорят это точно а что точность я стала говорю какие самые точности радиоактивные статей часы у них погрешность одна секунда за 20 лет но чтобы найти эту погрешность нужны те которые не дают этой погрешности относится относительно чего оказывается движение звезд даже распад который уже узнали там атомной энергии от чего там и это не подходит только звезды звезды а библия говорит об этом говорит и луна для измерения времени тоже она недалеко и не близко как раз там где надо вот некоторые данные сегодня которые я говорю вы не запомните данные но они вам могут сгодиться когда вас будут спрашивать так откровение 12 12 времени больше не будет и так веселитесь небеса и обитающие на них горе живущие на земле и на море потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости зная что немного ему остается времени вот дьявол знает а люди не знают немного остается время почему начало было бог его сбросил видел падший как звезду а дальше суд божий и ад мы привыкли а то того нет ад будет брошен гиену а что это определенное пространство не знаем и и не надо ничего больше выдумывать времени больше не будет и это дьявол знает прекрасно и поэтому торопится соблазнить и что-то прочитали как пар готовишь это на плитке видишь пар поднимается это моя жизнь раз и нету вот жизнь а сераха более подробно объясняет такое начинаем где-то недовольство кем-то да его видеть не хочу это пар поднимается а потом действие притворяется уже огонь разгорелся уже не остановить сравнение то какие мы это видим да мы знаем это вчера я на эту тему говорил благодарность и неблагодарность благодарность это вторая ступень молитвы если у тебя нет благодарности что тебе бог дал а что-то навертела тебе здесь какая-то сила другая а я смотреть на него не могу а я здесь некоторые не заходят даже на сам собрание когда идет по какой-то причине начинаю выявлять причин никаких нет а более подробно начинаешь недовольство что не по ним что-то было но когда все это кончится за каждое в жизни мгновение за каждый потерянный час за мысли слова и движения ответа потребуется нас какое дадим оправдание что скажем защиту свою найдется ли для нас сострадание найдется ли нам место в раю это пришла мысль такая какому-то человеку он об этом говорил мы сейчас прочитаем экклесиаста 3 3 глава 1 8 стих всему свое время и время всякой вещи под небом время два раза на пальцах загибайте дальше ему свое время и время всякой вещи под небом время рождаться и время умирать время насаждать и время вырывать нас посаженное время убивать и время врачевать время разрушать и время строить время плакать и время смеяться время сетовать и время плясать время разбрасывать камни и время собирать камни время обнимать и время уклоняться от объятий время искать и время терять время Время сберегать и время бросать. Время раздирать и время сшивать. Время молчать и время говорить. Время любить и время ненавидеть. Время войне и время миру. Вот Соломон, премудрый, у него разные названия. Иван Грозный начинает, Иосиф Прекрасный, а это премудрый. И он только мог говорить время. А сколько на это отпущено, не знает. А слово время это неограниченное. Вот когда начинаешь говорить человеку о том, какие открытия сегодня сделали, разум человеческий не может это вместить. Вот определенно сказать, что такое свет. Это отсутствие тьмы, просто сказать. А скорость света? Скорость у света есть. Определили 300 тысяч километров в одну секунду. Это сколько раз по кругу земного шара? Вот мы ездили, ездили, 120 тысяч километров наездили, благовестники. Это три раза по экватору прошли за четыре года. 300 тысяч в секунду. И сегодня найдены отдельные галактики, которые отстоят от Земли по времени. На 4 миллиарда световых лет. А что там? Дальше никто не может проникнуть. Потому что электроборма не достигает, и это разные причины. А теперь, а сколько людей? Примерно 100 миллиардов умерло. И что? Суд божий. Да места не хватит. Хватит всем. Потому что моря больше не будет, и земля, что на ней сгорит, и какое будет состояние, мы не знаем. Но суд будет, все встанут на суд. Где мы будем? Я это говорю не для того, чтобы научились часы подводить. Вот у нас разница сегодня почти в две минуты. Я оба с интернета. А почему? Да разные причины есть. А как? Ну, да это подводят и проще. Вот я батюшке проще сад говорил. Он говорит, ну тогда в дверь постучи, когда будет. Теперь я решил, как он приезжает, часы туда вывешивать настенные. Он раньше на несколько минут начинал. А это нельзя. Позже, а я говорю, транспорт, бывали опоздания. Но раньше ни один поезд, ни одна машина, один пароход не двинется. Почему как двинется, когда билеты проданы? Ни в аэропортах, ни где этого. С опозданием поднимется 1-2 минуты, и никто не скажет ничего. Но даже на секунду раньше нельзя. Поэтому мы должны научиться ценить это время. Сколько нам отпущено? Вот я занимался много разными поэтами, писателями. Да недалеко от нас. Время Пушкина. До 70 лет почти никто не доживал. Время другое было. Что, медицина была хуже? Просто время. Написано время. А теперь? А теперь дольше живут люди. А почему? Что лучше стали жить? Да можешь не спрашивать. Время. Вот в это время мы сейчас чуточку заглянем. Хотя бы на глазок найдем. Так. Бытие 24. Мы время немножко теряем, но зато с абсолютной точностью будет сказано. Когда было время? И кто его дар? Вот оно. 24. Да. Бытие. 3. Так. Ну да. Прочитать. 2.4. 2.4. Вот происхождение неба и земли, присоотворение их в то время, когда Господь Бог создал землю и небо. Вот. Когда? Никто не знает. Только выражение такое. Если историческое вечно сотворение, когда известно, а тогда мы, допустим, по человечеству, а здесь неизвестно. Было время. Здесь же в Бытие прочитаем 2.6.5. И сколько же люди жили тогда? Ну, правда, заводы еще не работали. Нигде друг друга не отравляли. Пестицидов не распыляли. А все-таки было что-то. Слушайте внимательно. И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло и во всякое время. Во всякое время. И, говорит, раслилась земля. Земля не расливается. Землей назван человек. Он взятый из земли. И такое есть? 5.27. Всех же дней Мафусала было 969 лет. И он умер. Ну, 969 это напиши и запятую перенеси в 10 раз уменьшить. А ты сегодня, если кто-то живет 96, ой, долгожитель. В сравнении с чем? Что рядом сосед запился, 36 лет умер. Вот. И когда ученые, геронтологи исследуют возможности человеческие, то говорят, что в человеке запас сердца, крови, все, на тысячу лет. А Мосса по опытам говорил, одному самых знаменитых в этом вопросе. Около 969 это долгожитель. Ну, и которым потом был 950. Ну, убери один ноль-то. Мы в 10 раз меньше, даже еще меньше живем. И то говорят, ой, долгожитель какой-то. Да. Ну, что они делали в это время? Для Бога ли это все отдано? А если бы они вели дни в них, мы бы увидели одна черта, может быть. А что он мог сказать? Интернета не было. Главный пожиратель времени-то там. Где-то откликнуться, что-то написать. А другой-то провозился. Посадили, собрались, съели опять. Посадили, собрались, съели. Лето готовили. Для зимы, зима прошла. Мы завтра опять тоже будем делать. Пораньше помидоры, другое садить. Время уходит. Я к тому это все говорю, прочитать, чтобы мы научились ценить. Отпущенное нам время где? Ты спроси старого человека, заметил ли он? Тут нельзя эти слова говорить, которые шел, как говорят, ничего не заметил. Когда кровь, говорят, уже течет, как вода в глубоком колодце. Ни на что не реагирует, ни на что не реагирует, ни на события. Ну, совсем, даже кажется, не такой старый, там 60 с чем-то лет. Уже на половину времени надо больше спать, больше там витаминов. А зачем, когда ты ничего не знаешь? Ты не знаешь, для чего родился. Ты родился для того, чтобы прославить Бога и быть с Ним в вечности. Замысел-то Божий такой. Насколько это достоверно? Ну, кто-то из святых говорил, сколько обители там? Господь говорит, обители много. А если бы не так, я приготовил бы вам. Сколько пало, освободилось, обители, по-нашему сказать, квартир было бы. Вот столько бы, которые потеряли демоны. Это должно вернуться к святым, которые там будут. Читаем. Евангелие Тиан 11.9. Мы говорим о времени. Понимали ли люди, почему так Господь говорил? Евангелие Тиан 11.9. Иисус отвечал, не в 12 часов во дне. Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира и всего. Ну, речь идет о помрачении ума. Чем набито здесь главное вместилище? Если тьма, а вот там-то сказали, да сказали, которые там недружести на мне, это правда. А когда мне сказали, там, в крошку, это неправда. И человек вешает на собственных весах, которые в сердце у него. Время нам показывает, что времени мало. И дьявол знает это. Но что его не будет, дьявол про это не говорит. А почему? А если слово вечность? Есть, оказывается, неоднократно. А если такое, один миг? И поется песня, один только миг. А что миг? Мигнуть. Вот все. И Библия об этом миге тоже говорит. А слово мгновенно тоже в Библии есть. И насколько оно мгновенно, мы сейчас посмотрим. И сомневаться об этом не приходится. А почему? Это не дано понять. Может, тысячная доля секунды. А может быть, это мгновение растянется, дольше будет. Но оно есть. В нашем понимании мгновение – это миг. Итак, прочитаем еще одно место. Книга Иова, 20 глава, 5 стих. 20 глава, 5 стих. Книга Иова. Книга Иова до псалтыри. До. 20 глава, 5 стих. Это кладочки везде. Висели беззаконны кратковременно, И радость лицемера мгновенно. Вот и все. Вот он смешил людей, выходил. Люди хлопали в ладоши. Начали рассмешить. Надо, чтобы по-настоящему, чтобы дьявол смеялся. И теперь что? Начали критиковать Библию. Ну, вы знаете, кто там был. Задорно. И внезапно, когда я увидел, что он кощунствует, у меня только вырвалось одно – он отжил. Тут мы невластны. Его все любят. Хлопают в ладоши. И вот прям сразу же, здесь же чуть ли не на другой день говорят, а он выступать больше не будет. А почему? На лечение. И уже оттуда он не вышел. И показывает в последние мгновения, как он по лесу ходит, прощается. Все. Почему? Ангел подошел, как Божья Матерь, провела по ногам. Жития светлых об этом говорит. Где зажигать надо было, зажигать свечи перед образом Божьей Матери. А он шел, человек кощунствовал, и сразу присел на ноги, дальше не идет. И все, на руках вынесли. Мать Божья, говорит, провела по ноге. Вот по нашим ногам-то, когда посмотришь, да. Да слава Богу, еще как-то Господь терпит носить нас. Далее читаем. Первая Петра 5.10. Мы берем из Святой Библии. Я специально это слово подставляю на всех языках, сколько я узнал. И здесь слово Библия так не пишется, а пишется Святая Библия. Holy Bible. Holy Spirit. По-немецки Heidegenbibel. Первая Петра? Да. Первая Петра 5.10. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, и Сам по кратковременном страдании Вашем да совершит Вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебивую. Кратковременное страдание. Как понимал Серафим Савовский? Ну давайте, вот эта комната вся моя. А дальше вся комната наполнена червями, не умирающими. И каждый червь прогрызает тебя и в глазах, и везде, и день, и ночь. Ну немножко, сто лет возрублено стоило потерпеть ради того, что Бог открывает для нас жертвой Своей. Вот кратковременное страдание. Ну а какое, сколько страдать-то? Ну вот мы знаем, Климент Анкирский, у нас лагерь был назван в честь его. Это ни день, ни два. Его 29 лет пытались. Насаживали на пики. Через сердце проходили мечи. Это Бог показал чудо. И он оставался живой. И наконец, амнистия, свобода. И первое богослужение он ведет. Я уже добавляю слово первое, да. С дьяконом. Врывается бойный и рубит, и голова его падает на престол. Почему, что мгновение. Вот когда если мать где-то заболела, а ребенок в возрасте еще будет когда-то. А чем она просит? У нас болела одна сестра, у нее дети. Я говорю, думаю, как они будут без меня? Ну а ты могла бы попросить Бога, чтобы он тебе время продлил? А на сколько? Ну как ты считаешь, сколько ребенку? Еще 10 лет добавят. Ух, да хватит. И девять, болезнь отошла. И она ходит на собрание, работает на работе. 10 лет прошло, сразу заболела. Я снова посетил больницу. Сестра, может быть, попросишь? Нет, я Бога искушать не буду. И она отошла ко Господу. Ко Господу. У ней не все просто было так. А Господь показал ей. Вот сколько нам отпущено. Бывают родственники какие-то болеют. Смотри, а как ты будешь? Конечно, если человек крепкой силы такой был, а потом он с гимнастикой занимается, правильные продукты, все это продляет. Ну продляет-то мгновение. Как мгновение? Да ему уже 100 лет, он все еще мгновение. Мы сейчас найдем все эти слова. Римлянам 8.18. Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Я думаю, Серафим взял эпиграфом вот это вот. В сравнении с той славой. Не думай сегодня, что тебе трудно там это мгновение. Вчерашний день уже прошел, а еще меньше. А у Бога назначено, сколько мне болеть. Вот я гляжу на пожилые там люди, бывают в интернете, вот эти вот пятна, что это земля. Земля замлет лицо. Посмотри невеста, какая она. Все. Короткое время, мгновение, и уже точно так же будет все. Это Бог дает знаки. Кратковременное, ради будущего. Второе Каинфон 4.17.18. Второе Каинфон. Еще. Четыре. Четыре. Вот здесь есть у меня. 4.17.18. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим на невидимое, то на видимое, но ненавидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечное. Что бы ни обещали. Ну вот если тебе бы вот это делали, сказали, я еще не считал Библию, это уже на сердце положено было. И говорили, ну, говорите о безбожниках, а не так. Ну, а хотелось бы вернуться в нашу компанию, там где были, сохрани Бог. Ну, на один час. А в этот час смерть пришла. А Бог, говорит, в чем застану, потом и служу. И поэтому не играй временем. Даже на одну секунду я не хочу быть неверующим. Не хочу потерять то, что он мне даровал. Сказали бы, ну, все, что ты желаешь, тебе не хватает. Я знаю, никогда этого не будет. А вот Господь бы, ну, кто-то бы сказал. Вот взял, кто ходил по Кровский собор, там был слепой Иван Андреевич. Совершенно слепой. Никогда не видел зрения. У него просто ямки какие-то были и все. И вот одна же, где такие пещерские, кажется, лавры. Он стоял и молился, он такие поклоны все это делал. Даже не смотрел на никакой день. И вдруг подошел, говорит, назвал, кажется, Иосиф. И подошел сразу ко мне. Это ты из Барнаула? Да. И тебя Иван звать? Да. А хотел бы ты быть здоровым? Я, говорит, не могу слово вымолвить. Да, конечно, спрашиваешь-то. А хочешь быть здоровым? Господь спрашивал когда. Это слово, по слову Божию. Да. Но, говорит, одно условие только тебе нужно. Чтобы ты отрекся от Бога. Жил, как все люди в мире. Заколебала, говорит, душа моя. Сколько лет я молился. Ну, так охота увидеть этот мир. Я постарал маленько и прошептал только. Я сказал, нет. Он обнял, поцеловал. Блаженна твоя душа. Вот возьмите это для себя. Что бы нам ни обещали разлучить с Богом, нет. Вся вселенная не стоит одного мгновения. Тюремь 11.25. Откровение совершенно. Вот посуду открывать удобно. И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. А кто? Моисей. Вот представьте, что он был бы как усыновленный уже был, сын Параворов. И один делая сравнение, там Бетекс, кажется, писал об этом. Лодка. И мы плывем в лодке. И в одно из сокровищ, где он находится, а рядом страдания, мучения, ущемления. И он все это бросил и перепрыгнул в ту лодку. Что ему пришлось? Бог требует точности. 1.8. Книга Иисуса Набина. Да не отходит книга сия от уст твоих, но получается мне день и ночь, дабы в точности исполнить. В точности. Когда люди задыхались от жажды, воды нету, а это пустыня, и стали приступать к нему. И Бог заговорил, подойди к скале и скажи, скала, дай воду. Как вскакся, сим-сим, открой дверь. А он, видимо, все еще под впечатлением того, что было, видимо, что я должен воды взять? Что, из этой скалы, что ли? И подошел, жезлом ударил. Говорят, за удар. Нет. 105-й псалом говорит, и Моисей погрешил устами своими. И вода хлынула, и скотина напилась, и река потекла. Не от жеста. А он добавил, кажется, 4 слова лишних. А уже вот, входить в обетованную землю, и Господь сказал ему, и ты не войдешь в обетованную землю. Давайте припомним, сколько раз мы поступали во крики Библии. Я-то говорю, я знаю для многих, с кем знаком, сидящих даже здесь. Это немного, слава много, там 2-3 человека, которые никак не среагируют об этом. А вы докажите что-то не так. Что я говорю не так. Тихо, потихоньку зайдите, сядьте, побудьте на собрании. Не убегайте. Как только кончилось, как, скажете, выбрасывают людей. Если ты не в собрании, с народом Божиим, а ведь каждому свой талант дам, вы много теряете. Еще день-два, и уже на той стороне, и уже никто не вернет. Человек, он... На молитве у нас идут так, это называется, интернетное содружество. Дозвон в 5 утра. У нас уходит со чтением где-то почти час, до 10 минут. То есть молитвы, полчаса, и дальше чтение Слова Божия с толкованием где-то. Этого нет. Сегодня воскресенье. Сегодня у нас занятий будет 2. Каждый день идут занятия. Вы просто обратитесь, у нас там брат сидит. Он знает это дело. Его избрали детям преподавать. И вы увидите, как много потеряли. Сегодня вроде отстал на один шаг, завтра не был два шага, а потом наконец вдали скрылся и нету. Отстал, виноват и кто-то, но не я. А мы скажем, а причин нету, чтобы я ушел. Смири себя. Почему на первом месте люди шли за Христом, а Господь их предупредил? Кто не отрехся самого себя и не взял крест, не достоин меня? Напрасно говорить, я хожу в храм, причащаюсь, это ни грамма не поможет. Вот у нас висит, как говорят, плакат написано. Кровь Иисуса Христа защищает нас от всякого греха. Первое послание Иоанна 1.7. Но впереди точки стоят. Это там неполное предложение. А предложение говорит, если ходим во свете, как он во свете, имеем общение друг с другом, не убегайте. Вы теряете общение с народом Божьим. А я совсем ходить не буду. Не надо это говорить. Дьявол это сразу услышит и поставит. Ты сказал, выполни это дело. Выполни, а там разницы нет. Бог жалеет человека, это его творение. А Сатан, он квартирант. Протекла крыша, знила, ему не надо. Он ремонтировать не будет. Вот в этом вопросе, еще раз прочитайте. И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Ну, народ Божий, открой житие святых. Это 1173 биографии. Я их насчитывал все 12. А потом вышли еще второй, третий том настольной книги священнослужителей по благословению патриарха Пимена. То там новые канонизированные, еще где-то 140 человек. Их никто даже не знает. 1147 биографии. Страдать с народом Божьим. Вот есть такое, его мало кто знает, я имена такие не встречал, звать Мардарий. Он так ревновал о Боге. Ну, было бы где-то казнили, я бы с ними вместе. Но нет никого. Дома жена, дети. И вдруг смотрят по дороге, ведут арестованных. Они его увидели. Прихожанин обыкновенный. А он крышу кроет. Мардарий, такого общества, как здесь, тут священники, епископы, тебе никогда не найти. Он мигом скатился с крыши и бежать. Знакомый сапожник, он до него только сказал. Ты жене скажи, что я пошел с добрым обществом на небо. И обратно добежал. Боина его бьет там прикладом, бещом. Куда ты лезешь? На расстрел ведут людей. Так я с ними и хочу. Все получил царство небесное. С народом Божиим страдать. Когда начнешь говорить, ну смири себя, твое я. Отбрось, у тебя все будет по-другому-то. Вчера вший день пересекли, скажи, виновен, не виновен. Он меня уже, ну, я многое пропустил. Ни на одном занятии, гляжу, нету. Ох, как вы будете жалеть об этом? На черный день всегда люди что-то откладывают. Черный день уже рядом подошел. Событие в Израиле, это может быть Армагеддоном. Это все, ну, рядом уже находимся. Совсем рядом-рядом. Вот что электричество, в один день все это отрублено будет. Вот, ни интернета ничего не будет, а будут только книги, которые у тебя на столе, а ты Евангелие спрячь. Перед тем, как с одного места переехать, я много занимался противосектантским. И журнал мне принес никто, а баптистский пресс-фитер, как он назывался. Это не день, не два я сидел на день, 1400 страниц большого формата, как огонек. И законспектировал до пяти раз. И в разных городах спрятал, людям отдал. Если со мной что случится, я вернусь, там я не запомню, а здесь у меня где-то будет. Как говорят, заначка. Возьмите, сколько сегодня Евангелий. Вот это Евангелие красное. Сегодня вот подошел один человек и спрашивает, можно взять? Можно. У нас ведь столько литературы. Приехали люди с Горного Алтая у нас. А вы могли нам дать Евангелие? Нагрузили, они посмотрели, как. Ресоры в другую сторону начинают гнуться. Полностью загрузили, а книги они очень много весят. Вот у нас четырехтомник, он 4 килограмма, 400 грамм. Четыре книги. А если это тысяча экземпляров? А если вот сейчас к нам везут? Ну вот-вот повезут уже книгу. К истинному православию переизданное. Пять тысяч экземпляров. И размеры почти в два раза будет больше. И уже люди некоторые заказывают. Я не возьму сейчас книги, а когда полный будет. Ну, сегодняшнее. К истинному православию переделать решили корочки только. Потому что меня повестили. У нас человек специально там, который ходит. Тоже помолитесь о нем. Хорошего человека Бог дал. Иван Грибанов. Ему столько пришлось пережить где-то. И у баптистов было, старобрядцев-то. И как на нас натолкнулся, он понял все. Здесь он никуда. И такая активность у него. Ему так Бог все открывает. Ну, его там избрали. Он недалеко от Можайческой. И он приходит. А который помогал там раньше где-то. Увидели недостатки. Его отсравили. И он самое маленькое, что делает, сразу сообщает. Вот такое уважение к людям. Я же сказал, что ламинирование должно быть вот как четырех в томнику. Он тут же пошел. Видимо, взял один том. Показал. И говорит, а мы по-другому. Договор был так-так сделать. И они себя переделывают там. Это тоже им в копейку обойдется. Его и вас звать. Это нам Бог дает таких людей. Мы над его душой не трудились. Но он столько испытал. И сейчас ведет занятия. И везде Бог открывает ему. Это сегодняшние люди. Я уж не говорю, там бородей не трогают. Это для него все открыто. Еще немного. Псалом 89.10. Это тема такая. Я всю неделю только смотрел. Убираю. Так много. Нет. Ну я в одну. Один раз-то думал об этом сказать. Псалом 89.10. День лет наших 70 лет. А при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их труд и болезни. Ибо проходит быстро. И мы летим. Не время. А время летит. Нет. Мы летим. И поставили один ролик сейчас. До того интересного. Как женщина привезли рожать. Надо показать. Она какая лежит. И наконец она рожает. И ребенок там порточка. Он в порточку вылетает. Идит вот столько-то лет. Речь идет о минуте одной-то. И наконец старый. И падает вниз. Ударился там. И все. В гробах скрылся. Все кончилось. Одна минута. Да это еще много. 70 лет. При большей крепости 80. А там нет. Я уже перешагнул через крепость. Господи. Да за что? Да как? А потому что каждый день буквально молятся о продлении жизни. У меня столько ходатайев. А мы вас всех помним. Меня не было. Чтобы не вспомнили. Господь знает. Как и что сделать. 1 Петра 2.12 Мы потратим время незряшим сегодня. 2.12 И провождать добродетельную жизнь между язычниками. Дабы они за то, за то, что злословят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. День посещения. Когда человек уверовал. Найди у себя этот день. Когда ты обратился. Не бабушка уводила тебя, а сама. Я вот обратился. Когда я с детства. Что Бог есть, я ни одного минуты не жил на земле. Мать это могла сказать. Но она ничего не знала больше. Считать не умела. Книг никаких не было. Но она сказала о студии Божьем. Храни себя, сын мой. У меня есть такое стихотворение. И Господь провел там. Самая где опасность она успела сказать. И где-то выражение она услышала. Бог говорит. Терплю до конца. Буду мучить без конца. Такой фразы нет в Библии. Но смысл весь этот заложен отсюда. Я искал. Разные брошюрки атеистические. Где там местописания приводятся. Какие-то цифры. Я их не знал. И 27 сентября 1962 года. Считай. Сколько это? 61 год. 62 года фактически. Назад у меня была встреча с Господом. Мне не уговаривать. Не надо. Дали. Новый завет. Сами обедают. Они зашли. У меня только одно. Помолись. Я нашел то, что искал столько лет. Я не знал, что это Евангелие. Что оно Божие. Для меня это как будто слова были. Не буквы я считаю. Я бы не сказал то, что сказал. Она говорит. Ну и как? Я говорю. Книжка очень хорошая. Я начал записывать. А там подряд все божественное. Давай считать. Они зашли. Я уже шестую главу Евангелия Матпе читаю. Они говорят. Не книжка. Это слово Божие. Слово Божие. Это как Бог говорит. Когда. А они сектанты. А они. Ну давай помолимся. Они становятся. Руки сложились. А я ничего не знаю. Достойно знаю. Ну Богородица. Дима радуйся. Ну я там начал. И ветер. Там движение то есть. А в день 50. Если это ветер. А они как раз такие. Они так подумали. Глаза закрыты. Что Дух Святой посетил его. Ну а когда стали. Уже дальше. Уставатели говорят. Ну вы сами это. Помолитесь. Так я прочитал уже молитвы. Ну своими то словами. Простите. Что вам надо у Бога. А что мне надо. У меня все есть. Я работаю на плоти. 100% здоровье у меня. Поступил высшее мореходное. Ну все у меня есть. И как осенило. Нет веры у меня. Вот я делюсь с вами. Потому что у меня это пережито было. Это в 17.00 было. В Латвии. Город Венспанс. Как в душе у меня пых спинулся. Я сказал. Я не верю в Господи. Дай мне веру. Вся моя молитва. И вот как эхо пошло. Когда где-то бывает. Так пустой. Верю. 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 Везде. Я не слышал это. Но во мне вот сюда. Я встал совершенно другой. И мне сразу Бог дал крещение Духом Святым. Ревность неописуемая. Что Бог делает. Вот это испытать. Тогда ты не будешь убегать отсюда. Будешь ждать день воскресный. Как побыть. Я прошу и умоляю вас. Ревность о Боге не будете иметь. Я говорю. Знаю. Что эти люди очень хорошие. Столько мне помогали. Они. Но я знаю. Что все. Бог не может 99% брать. И он говорит. Всем умом. Всем сердцем. Всей душою. И всей крепостью. Не уходите от народа Божия. Приходите. Мы вас ведь совсем не знаем. Вопросы задавайте. Вот мне в интернете занятия идут. Час ровно. Как только секунда в секунду. И сразу. Время. И меня называют. Вопросы и ответы. Каждое занятие заканчивается тем. Что мне отвалится полчаса одному. И дальше пошли вопросы. У вас вопросов нет. А почему? Потому что. То может быть и задавать нечего. Когда обращался к студентам. Когда вел занятия. А теперь в АГТУ. Здесь. Больше 30 тысяч. Человек. Студентов. А я ведь в актовых залах еще кое-где говорил. Начинают с человеком говорить. Вопросы. Я 19 лет только там занятия вел. А вопросов нет. Я говорю. Вот два варианта. Что вы знаете столько сколько профессор. Или вообще не знаете еще задавать. А не сразу. Да по второй программе. Ну давай. Раз не знаете буду говорить. Первый отрекись себя. Как бы у тебя не было хорошо сегодня дома. Кормить там скотину или что-то. Поверь. Это все будет ничто. Ничто не потеряно будет. Оставайся. Господь рядом. Какие бы причины. Не знаешь. Подойди ко мне. Я с удовольствием покажу тебе. Что. Час. Который ты здесь пробудешь. На собрании. На занятиях. Даже два часа. А они тебя беднее не сделают. Они тебя сделают счастливым. У тебя такой свет будет гореть. У тебя будет желание кому-то сказать. А кому ты в последний раз говорил. Где. Я знаю. Что у людей этих даже. Компьютер есть. И даже в интернет выходит. Я говорю. А что ты рассмотришь. Да так. Со знакомыми иногда. Заходите пока не кончилось это благодатное время. Мы стоим перед тем. Когда ничего не будет. А только то что. Повторяю. Не библейское слово. В заначке спрятано. Берегите себя. Вы гляньте на столы. Когда заходите. Ведь это все расходится. Это не просто так. 38 тому. Бог заболен написать. Я сказал. Больше не буду. Вот приехал этот. С Украины был. Который. Сделал стол ровно на 38 тому. Дальше падать только будет. А как он знал. И он не знал. И я не знал. Я сейчас не пишу ничего. Я только в интернете выступаю. А почему. Было время. И вот последнее. Которое кто не видел. Посмотрите. Как Бог позволил издать. Проповеди в стихах. 3390 проповедей. В стихотворной форме. Этого неслыханное. В интернете все понимают. Это не. Почему. Благодать Божия. Благодать. Моего там ничего нет. Я иногда с третьей попытки только разбираюсь. А чем же там написано. И в черновике ни одной помадки нет. Что это посещение Божие. Черновики у меня есть. Можно посмотреть. Итак. Считаем. Книга. Исход. 33.5. 33.5. Посюда ножи где. Так. Ибо Господь сказал Моисею. Скажи сынам Израилем. Вы народ жестоковыйный. Если я пойду среди вас. То и в одну минуту истреблю вас. Итак. Снимите с себя украшения свои. Я посмотрю. Что мне делать с вами. Украшения. Это человек нормально живет. А если бы ты знал. Что тебе с ушами сегодня до дороги оторут. Стал бы. У нас был такой момент. В одном месте. Я уже не буду говорить. Говорил. Что не носите такие собачьи шапки. Что-то поскромнее. Почему не без спадка идете. Это так надо. И. Зарплата. Деньги там все оторвали. И как будто никогда не было. Научитесь мыслить. С тем что вы слышите. Сегодня сколько вот об этом пишут. Это ужасно. Какие преступления. Невыносимые даже. Кажется. А тебя Бог охранять будет на этих молитвах. Ты нужен будешь. Так. Иезекииля 26.16. Чтобы одну минуту. Да? Да. В минуту. А сколько на минуту? 60 секунд. Секунда нет. Есть только секунд. Один. Названный так. Чаще он так названный. Один раз. Иезекииля 26.16. Полтырь. Нагога дальше. Так. Еще дальше. Чаще надо открывать. 26.16. И сойдут все, князья, море, престолов своих, и сложат в себя мантии свои, и снимут в себя узорчатые одежды свои, облекутся в трепет, сядут на землю, и ежеминутно будут содрогаться и изумляться о тебе. Президенты, цари, все с себя снимут. Такое время будет, когда в любой момент атомные. И все с себя сложат, а Господь идет по мгновению. В одну минуту все будет уничтожено. Знаете, мировые события меня со всех сторон буквально бомбардируют. Как вы смотрите на эти события, что там Хамас, что там Арабы, это не то ли, что сказано было о Гаре, что сын Измаил против всех, и против него всех. Очень похоже. Ну, не знаем. Господь времена сокрыл сам для себя, когда нужно, он откроет. Но очень и очень рядом. И вот от которой бывший храм Соломонов, теперь там мечеть стоит, у них задача на том месте третий храм. А в третьем сядет один всемирный властитель. И когда спрашиваешь людей, вы как думаете, какие события дальше будут? Первое событие сейчас главное будет. Отмена денег. Это и так понятно, серебролюбие по-другому пойдет. А как? Чип? Показал. Сразу сработало, какой дверь, когда открывает там. И что? Ну, ничего. Если тебя ищет полиция, все двери мгновенно закрылись, тебя и ловить не надо, ты здесь. А вообще умно придумано. Ну, а знаете, сколько кроется? Я милостыню не могу подать. И дальше все остальное это в этом. Но это не все. Государство, которые рассуждают, называют масона, они говорят, но государственные границы там, государство танков, ходит, напал там Гитлер. А если бы государство одно было в мире, напал он, а на кого нападать-то? Одно государство. Значит, исчезают. Библия говорит откровение. Перед самым концом государство будет десять. Сегодня перечисляют. Я не специалист, но я просчитал это действительно государство. Три, которые не покорятся, будут уничтожены. А семеро покорятся тому, кто придет. Я говорю, а какая столица будет, раз одно государство? Все. Москва. Я говорю, считай откровение 17-18 главы. Пыль до неба. И все уничтожено. А говорю, да это под это подходят другие. Я в течение трех минут любому докажу, что речь идет об этом городе. Потому что нигде не найдено столько крови. Крови человеческой. Нету. Что расстреливают. А как расстреливали? Я как-то смотрел здесь президента, который сегодня показывает, Бутова. И кто-то ему рассказывает, а он сам полковник КГБ, человек военный. И показывает, вот эта ночь такая-то. Сразу арестовали 123 священника и расстреляли. А как суд? Никакого суда не было за то, что он священник. И он ходит, вот так вот стоит, а там список всех. А показывает, все снимает. Да как же так? Да что же это такое? Он перешел туда, у него воображение на это. Ну дальше ты скажи, что это без Бога. И они тушили свет. Временно короткое наслаждение кончилось. С чем мы придем? И люди будут искать. Сегодня не ищут. Бегут, когда проповедуешь. А тут юноши. Юноши, я уж не знаю, сколько там лет. До 60 или меньше. И говорят, что будут девицы искать. Ходить от моря до моря. От Балтийского к Черному. Везде будут. Искать, Слово Божие, и не найдут. Это кто говорит? Это говорит пророк Амос 4.11. Непременно заподготовляйте Слово Божие. Где можно что-то узнать? Вот я искал как. У меня жажда была невыносимая. Я страдал просто. Ну где? Вот представь себе. Брошюрки атеистически все покупал. А бывает на одной стороне, да на другой сходится божественно. Я два экземпляра брал. Оттуда вырезаю. У меня своя тетрадка была. И вдруг в одной книге, которая сейчас перед нами открыта, которую вы слышите. Есть такие маленькие новые заветы. Карманы от Гедеона. Там полностью новый завет и псалтырь. Это надо так вот сделать. И сколько мы их раздали. Речь идет о десятках тысяч. Это Бог делает. Я вот просто говорю, как есть перед Богом, что любовь проявится у тебя в деле. Как же у меня ничего нет? Вот сегодня пойдете, вы должны быть другими. Подойдите и спросите, а где мне достать? Где что-то кому-то дать? Что-то спрятать? И когда будет, когда все отнимать, будут по домам ходить. Один правитель будет над всем миром. Столицей мира будет Иерусалим. И будет правитель. Они разбираются на 12 областей, как от кого есть. Из колена Данова. И говорить будут люди, жив Бог твой Дан. Библия говорит об этом. И когда перечисляется, сколько колен Израилевых, от каждого там сколько тысяч, колено Данова не упоминается. Одно. Почему? Из него Антихрист. Как будто он отравил все это колено. Колено это огромное, огромное число людей. И это мы все где-то уже совсем, совсем близко. А когда перед войной было что-то сказанное? Было, только не хотели говорить. А сегодня, сегодня вот я говорю об этом. И будет то, что один правитель будет царствовать три с половиной года. Сорок два месяца. Еще нету. Две тысячи лет назад уже время. Он еще даже сам, может, не знает. И они сядут в храме. Вопрос в каком храме? В Русалимском? В храме и в каждой душе, и в каждом храме. Толкование есть на это. И будет всякий, кто не покорится, ему уничтожен. И при нем сойдут пророк, а два с неба. Святые считают эти Ноха и Илья. И будут проповедовать 1260 дней. Заметьте, день. Сколько дней. И кто будет против? Из них будет какой-то огонь выходить и пожирать людей. И, наконец, антихрист сразится с ними и убьет их. И трупы их будут три с половиной дня на улицах того города, то есть Иерусалима. И вдруг они взойдут на небо. Правители будут поздравлять друг друга. Таких-то, ну тоже деспоты какие были. Все по-другому будет смотреться. И суд Божий прямо. На небе явится крест, тысяча крат ярче солнца. Знамение Сына Человеческого. И за Ним грядущие на облаках Иисус Христос. Вот если кто не знает, как поставили ролик такой, я не знаю, кто из них. Видимо, мормоны. Второе пришествие Христа. Даже не верится, что это сектанты. И прямо трубы, и как с неба Господь является, и как суд Божий начинается, и как люди себя вели. И мы его везде распространяем. Если не желаете, то я могу сегодня вам это показать. После занятий ко мне зайти. Второе пришествие Христа. И ты сидишь, смотришь, я не могу оторваться, что это все-таки кино. Это Христос. Человеку так не создать. Какие образы. И как ангелы поднимают людей. Это все можно увидеть сегодня. Никогда этого не было. Последнее время. Поют песню где-то. Последнее время уже на часах. Последнее время. Тоже дам прослушать. Люди поют. И показывают, как распятые в других странах, мусульманских, привязанные, убитые. Мать обнимает ребенка, обоих застрелили. Показывают огромные рвы, засыпанные людьми. И стоит человек с автоматом. И в конце только показано. Ну, людей убивают. Люди такие прямо. Смотреть нельзя без слез. И одна мать говорит. Детки, что же это вы делаете? Как это все обдумано? И вы, которые не смотрите, я говорю, я покажу это все вам. Ко мне вот братцы все заходят. Я каждый раз спрашиваю. Время есть или нет? Ну, заходи, я тебе хоть покажу. Хочешь немного. Вот. Самое великое чудо. Люди, которые знали до этого. Это самая великая математика. Как народ Божий выжил в пустыне. И там перечисляется, сколько надо было. 1500 тонн продукции. А это 40 лет. Воды сколько и показывает. Поезд стоит. И бочки с цистерной. И сколько надо. Составы. И все подсчитали. Какое место. Сколько занимает математика. На высшем уровне. И как Бог их провел. И это не помешало пустыне. Помешало неверие. И когда они вернулись, 40 дней. И Господь говорит, 40 дней. И два человека только сказали правильно. А другие стали панику наводить. Да вы что смотрите. Да там люди. Там люди как деревья. А стены там до неба достают. Ну и Господь отправил их. 40 дней. 40 лет в пустыне. Пока не перемерут все. От 20 до 60 лет. Старики все. Когда вымерли все. А теперь новое поколение. Второе законе называется. Второе законе. Второй раз Бог дает закон. И завел их туда. И еще. Вот в неканонической книге упоминается об этом. Пятая. Так. Езекииле 32.10 мы прочитали. Еще рядом перелеснуть. Это редкая такая книга. 32.10. Да. И приведу тобою в ужас многие народы. И цари их содрогнутся о тебе в страхе. Когда мечом моим потрясу перед лицем их. И поминутно будут трепетать каждый за душу свою в день падения твоего. Кажется поминутно. Да. Понятно. Вот где встречается как. Сегодня да так возложили надежды большие. Президент того достоин. Все это будет по-другому. Обратиться не к кому. А ты веришь. Ты встал на колени и помолился. Господи. А вы как хотели бы. Там мир было или что-то. Я не знаю. Господи. Прости меня. Я не знаю. Мне сокрыто это. Я только молиться могу. Ты повелел молиться. О царях и начальствующих. На меня напали ночью сегодня. Здесь в интернете. Как так? Вы молитесь за такого. Которые агрессоры там на нас напали. Так вы молитесь и за того. На кого напали. Какие же вы патриоты? Патриот. Я теперь только понял. Это сатанинское слово по-земному. Люди как сумасшедшие делаются. Все ненавидят. А для нас это земля. А земля это порошинка. Со скоростью пули несется где-то. Пули. И она идет по своей траектории. Посмотрите. Вот сейчас полная луна. Выйдите. Посмотрите перед утром. И поблагодаря Богу. И скажи Авраам смотрел на луну. И галеры какие-то были. И вот Эгенбур показывает. Господи. И я вижу эту же самую луну. Говорят. Когда она притяжение. Притяжение она бы перетянула туда или сюда. Никуда. Ни на один метр. И почему она меняется. Чтобы время сравнивали люди. И еще и Фессианам 5.16. Два места. Дорожа временем. Потому что дни лукавые. Все. Лукавые. То есть означает неверные. Я-то так планы расписал. Как мне надо быть. Там поехать. Торговать. Вы. Которые не знаете. Что будет завтра. Вместо того. Чтобы говорить. И дальше. Если будем живы. И Богу это угодно. Всегда добавляйте это. И последнее. Колосиным 4.5. Рядышком. А вот пойдем. Вот она. 4.5. Колосиным. 4.5. Да. 4.5. Со внешними обходитесь. Благоразумно пользуюсь временем. Благоразумно пользуюсь временем. Так. И себе сейчас попробуйте сказать. Господи. Если я правился неправильным временем. В юности. В зрелом возрасте. Помоги мне все это осознать. Попросить у Бога. Я не тратил не деньги. А зря не тратил время. Как же дальше-то я думаю жить. Да пусть этот день будет знаменитым днем в моей жизни. Я вот называю день, когда меня Господь нашел. Знаете, это ревность. Я делюсь опытом жизни. Как один повел говорит. Мои года. Мое богатство. Так вот в богатстве этом. Вот они рассуждают и говорят. Что-то не платят. Десяти она же должна быть. И нет ничего. А тут появился только там. Сразу как-то деньги появились. Вот мы сейчас издаем книги, которые есть. Ведь речь идет о миллионах рублей. Ни один, ни два. И ничего нет. И как только брать откуда что Бог дает. Вот удивительно. Более всего удивляешься, что нет. И когда я услышал, что десятину платить. Сразу же понял так. Но только внутри меня как сработало. А я буду девять десятин платить. Тысячу заработаю. Девятьсот отдавать буду. И шестьдесят один год так прожил. Бог знает. Где деньги были? Ну на работах. Двух-трех всегда работал. И когда у меня что-то получается. Вот сейчас говорит. Это вам за десятину. Бог говорит. Я открою небо. Пролью на вас. Благодать и награжу. И я никогда не считал себя в убытке. Потому что десятина, которая... Она Богу принадлежит. Бог не говорит. Ты жадный. Ты... Нет. Он говорит. Вы обкрадывайте меня. Ты заработал девятьсот. А сто рублей Бог приложил. И говорит. Отнеси своей рукой. Учит нас добру. Вот мы где жили тут на строительной. Жена что-то сготовит. А у меня племянник живет. А знали где бабушка? Вот к ней отнеси. Чтобы он своей рукой научился давать. Она нам не принадлежит. Поэтому вы обкрадывайте меня, говорит Господь. Проклятием вы проклятый весь народ. Торговля в храме? Пожалуйста. Десятину не могут остановить. А почему? Да потому что не знает ее. Я один раз только встретил человека. Удивился. Ну, я не знаю какой. Вера. Но православный. Не православный. И вот Господь как награждают. Он ее восемь ребятишек. Девятым жена ходит. И он все время, говорит, плащу пять-десяти. Мог бы назвать все. Город Иркутск. Чуть-чуть коснусь этого. Как Бог делает. Нам указали, где можно достать Евангелие. Им за границей присылают. И нашли мы в подвальном помещении. Но наполовину подвала. Наполовину наверху. И он вот так шел, шел, остановился. А вам сколько надо? Я говорю, а сколько можете дать? Евангелие. Ну, наша газель, она тонну может взять. Но я и буду тонну просить. Ну, хотя бы так, я думаю, экземпляров. Хотя бы пять тысяч. Пять тысяч. Он несел на него. Да не столько дошли. Спустились. Он опять оборачивается. А вы знаете, кто вы? Как же не знаю. Фамилия моя. Не в этом дело. Я первый раз вижу живого пророка. Да что вы, Город Иркутск. Не пророк, а порок. А вам сколько надо? Вот показал склад весь. Хоть все заберите. И скажут, что зазомбировал. И что в эту же вещь он крестился. И прислуживал нам, как Авраам прислуживал троим. А мы как раз трое приехали. И Игорь Кукушкин. Помолитесь за него. Да благословит Господь нас. Что называют, как. Я ничего этого не признаю. Я просто люблю Господа и люблю Слово Его. Ему слава вовеки. Аминь. Спасибо.